В рамках борьбы с COVID-19 усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в учреждениях и торговых точках. В общественных местах обязательно соблюдение всех мер предосторожности. Важно не нарушать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептическими средствами и носить маски. Все это способствует уменьшению распространения вируса. Аслан Гирюгов продолжит тему. За последнее время в республике наблюдается увеличение количества больных COVID-19. У врачей уже есть опыт борьбы с ним. Но каждый из нас должен соблюдать меры предосторожности. Ведь с приходом осени, помимо уже известного всем коронавируса, активируются и другие сезонные заболевания. Несмотря на обязательное ношение масок и соблюдение мер предосторожности, многие люди до сих пор игнорируют средства защиты. Часто можно услышать отговорки по типу «мне тяжело дышать в маске», «мне в ней жарко». Некоторые вовсе не верят в их эффективность. Масочный режим в первую очередь предотвращает распыление этого вируса, который может распространяться в воздух, в помещении и так далее. При чихании, при разговоре, при кашле. То есть это какой-то своего рода барьерный способ предотвращения распространения этой инфекции. Пусть не 100% маска защищает от коронавируса, но в большинстве своем, при соблюдении остальных условий, маска будет защищать каждого человека. Хотелось бы, чтобы каждый человек осознавал важность происходящего на сегодняшний день. К сожалению, пандемия не закончилась, она продолжается и должен каждый осознавать безопасность каждого человека в первую очередь в его руках. После первой войны коронавируса людей, не верящих в эффективность масок и существование коронавируса, практически нет. Ведь, к сожалению, COVID-19 коснулся каждого из нас. Во всех общественных местах есть средства для обработки рук. Также решена проблема нехватки средств личной защиты. По поводу масочного режима, я считаю, что это нужно, это очень важно для нас в данный период. То есть люди защищают себя хоть какими-то средствами, и особенно в общественном транспорте, в местах, где много людей. Это важно. Я думаю, она все-таки предотвращает распространение инфекции, пусть не на 100%, но как-то способствует этому. И раз мы ответственные люди, надо соблюдать масочный режим. Делать все, что в наших силах. Это общая беда. Мы все должны делать то, что полагается, то, что нам говорят врачи и руководство нашей республики, и России. Надо как-то вот организованно это делать. На сегодняшний день вторая волна продолжается, и нужно подойти к ней с большей ответственностью. Ведь помимо коронавируса не стоит забывать о сезонных заболеваниях. Важно укреплять иммунитет и быть осторожнее. Аслан Гирюгов, Роберт Джагутанов, Вести Карачаева, Черкесия.